привет ребята сегодня говорим про клетчатку и пищеварение я когда-то снимала вам ролик про клетчатку и пользу пищеварения но у меня был жуткий диссонанс в общем у самой я разок просто перебрала с клетчаткой и случился такой конфуз как просто 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 неприятное состояние и когда мы с вами говорим про ситуацию ребята ситуацию которая называется вечная клетчатка проблема с пищеварением конечно что будет если полностью лишить толстый кишечник клетчатки будут проблемы с кишечником будут различные непереносимости будет боль какое питание для человека будет наих худшее если мы с вами говорим когда вы едите зерновые ваш кишечник воспаляется все это знают и продолжают кушать свою гречу ну в общем кушать многие знают что это сильно осложняет переваривание любых растений воспаленный кишечник есть люди которые легко переваривают растения кто вообще их не переваривает и соответственно при ферментации да мы знаем что оксалаты фитиновая кислота лектины все это может быть но почему я все время топлю за вот эти зерновые смотрите индивидуально мне некоторые пишут о том что она же такая худая ну да у нее проблемы с пищеварением потому что она бесконечно есть хлебушек и все зерновое и из-за этого у нее проблемы а если ты вы еще веган и вегетарианец и употребляйте только овощи в общем там вообще беда что хочется сказать употребление клесть клетчатки реально может вызвать проблемы с пищеварением кому как у меня было такое что я наелась наслушалась о пользе калий и натрия так как я не покупала это все еще момент тренировалась то я прям съела такую мощную порцию салата и два дня я ходила как беременная индюшка потому что было не сварение на нормально в общем другой момент есть люди которые легко переваривают растение общение нет проблем другой момент при ферментации сокращается количество анти нутриентов наверное то вы знаете оксалаты фитиновая кислота лектины у меня вот эта вся история с ликтинами это жуткая боль я вообще это терпеть не могу и знаю что большие зерна большое воспаление поэтому будьте осторожны и выбирайте для себя источники которые могут вам помочь подписывайтесь на мой канал если есть пищевая проблемы с пищеварением пишите что хочется сказать если вы есть и кушаете много клетчатки то обратите внимание на продукты травяного от корма животные ну то есть животные животный белок это все ребята я иногда говорю больше чем хочу я никогда вам к вам не готовлюсь потому что там между консультациями всегда нужно еще что-то делать наверное скоро буду готовиться подписывайтесь на меня на нутрициолог 30 плюс ту 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 музыка была сейчас поедет поедет